Дмитрий Андреевич, ну, позвольте сначала сразу же вас поздравить с днём рождения вашего великого предка. 199 лет. 11 ноября. Ура! А скажите, пожалуйста, Дмитрий Андреевич, как вы обычно отмечаете этот день, день вашего прадеда? Ну, вчера мы за обедом с супругой по ремочке выпили. По ремочке выпили. Это благое дело, правильно. Поминув прадеда. Ну, а что ещё? Сесть писать роман или продолжение «Братьев Карамазовых» заканчивать? Такое бывало, конечно, но я не способен. Дмитрий Андреевич, а как вы всё-таки относитесь вот к этому 200-летнему юбилею, к этому шуму, ажиотажу, который возник вокруг него? Или, говоря современным языком, хайпу, тому хайпу, которым сейчас окружено будет имя Фёдора Михайловича? Вообще я отношусь очень консервативно ко всему. В данном случае, я думаю, хайп не получится. Ну, эпидемии у нас сейчас, да? Не так уж это всё будет ярко и многолюдно. Ну и хорошо, я считаю, что Фёдор Михайлович, прежде всего, очень личный писатель для всех. И устраивать какие-то там карнавалы. Когда я услышу слово «марафон», меня как-то всего передёрнуло. Это что-то, во-первых, спортивное, во-вторых, знаю немножко «марафон». Я понимаю, что мы стартанём, но половина, конечно, где-то потеряется. Слишком длинное расстояние. Это «марафон». Всё-таки Достоевский в сердце приходит лично каждому. А я убеждён даже, видимо, и такие вещи я встречал, видимо, именно в то время, когда он должен появиться. Перед глазами человека я имею до страницы своих книг. У каждого человека на определённом этапе, при определённом жизненном опыте появляется вот эта потребность, когда Фёдор Михайлович приходит в душу, в сердце. Более того, я бы попросил читателей Достоевского иметь в виду, если вы будете его открывать каждые пять лет, вы будете находить ещё то, что вы проскатили раньше, и то, что уже сказалось в вашей жизни, и поставило вопрос. Этот вопрос вполне возможно найдётся на страницах его какого-то одного из любых пяти книжек. Дмитрий Андреевич, вот я сейчас покажу фотографию, да, вот вы видите, да, сейчас мы переним её чуть-чуть. Вот, и вот вы, вот ваша фотография. Ну, вы, наверное, это уже знаете, вам миллион раз об этом говорили, относительно вашего, ну, просто фантастического, невероятного, портретного сходства с вашим прадедом. А скажите, это вам мешало как-то в жизни или, наоборот, там как-то помогало? Как вы к этому относитесь? Первое, на первое, надо в этом случае предупредить зрителей, что я всё-таки Фёдор Михайлович уже на 15 лет пережил. Я выгляжу старше его, буду сказать. Вы же 45-го года рождения, да. Мы, глядя на вас, можем понять, как выглядел бы Фёдор Михайлович Достоевский, если бы он жил ещё больше. Ой, да, я сам об этом не подумал, может быть. Вглядитесь, вглядитесь в это лицо, уважаемые зрители. А какой он был, как человек, Фёдор Михайлович, вот как бы вы его описали? Мы его знаем по критическим статьям, по воспоминаниям публицистов, по историческим заметкам. А вот в жизни какой он был? Что вам удалось собрать в плане ответа на этот вопрос? Жена моя говорит, что я совершенно характером как Фёдор Михайлович. Видимо, она для себя тоже его определила, да. Так что лучше спросить её по этому поводу. Для меня лично, у Фёдора Михайловича, важна его, ну, просто неоспоримая честность в жизни. А жизнь его очень сильно потрепала. Даже когда прошло очень много времени после Петрашевского увлечения, он же ведь говорит, что, значит, я не откажусь от этого. Вот не отказаться, пройти всё и не отказаться в жизни, это, я считаю, самое такое честное. Громадные силы воли. Я имею в виду на примере игры. Ведь он однажды бросил вот так, моментально бросил, и Анна Григорьевна в своих воспоминаниях пишет, что когда брат Андрея с детьми приходит, и мы садимся играть дурачка на копеечку, Фёдор Михайлович мрачно берёт стул, уходит и сидит в углу, не притрагиваясь к картам. То есть вот всё, решил, как говорится, вырезать. До конца, как отрезал. Да, так оно и есть, да. Фёдор Михайлович, написал бы какой-нибудь роман, если бы он жил в нашу эпоху, про пандемию, вот про то испытание, через которое сейчас проходит мир? Он же говорил, я отвлекаюсь на события современные, вот сейчас необходимые. Конечно, он бы отреагировал, возможно, просто восстановил бы дневник писателя свой, вполне бы прозрел, что нас ждёт. Но я думаю, лучше, чем многие сейчас оракулы, говорящие о том, что дальше будет. Не хватает. На мой взгляд, не хватает Фёдор Михайловича сейчас. Не хватает Фёдор Михайловича, да. Один на век. Он свой век, так сказать, прожил и остался, в общем, там. И слава Богу, он оказался безвременный. То есть он и сейчас нас интересует. А чему вас лично научил ваш великий прадед? Быть аккуратным в жизни. Понимаете, принадлежность к человеку, которого все знают на земном шаре, прежде всего, где-то там с 20 лет, не раньше, конечно, но с 20 лет появилась мысль, да, будь аккуратен в жизни, чтобы не могли плохого о тебе сказать. Быть аккуратным в жизни. То есть быть аккуратным к себе. Быть аккуратным, то есть осторожным, бережливым к родным, близким. Быть аккуратным в проявлении своих пороков, страстей, да. Мне приходится жить двумя жизнями. Жизни, принадлежащие, посвященные Фёдору Михайловичу Достоевскому, как своему прадеду. И собственную. Но только собственную тоже стараться. Так что Фёдор Михайлович, скажем так, оттуда, с небес, меня похвалил. Ну, правильно ты меня ведёшь, потомок. Ну, у меня иногда, конечно, и борьба идёт. И вот иногда, я вспоминаю просто такой момент. Это было в Старой Руси, когда уж очень подымали на пьедестал Фёдора Михайловича, и такой, и сякой, и всё прекрасно. Я несколько сбунтовался, и не сдерживая себя, скричал, но он же был сластён, он же любил конфеты. И вы тоже любите сладкое? Я ограничиваю себя. Как и ограничиваю, когда Баден-Баден не сидел за рулеткой, и я себя тоже ограничивал. Когда вы в Баден-Бадене играли в рулетку, вот что-то такое подобное тем страстям, которые описаны в романе игрока? Конечно, конечно. Это мы переходим к очень обширной теме мистика Достоевского. Это фильм снимал BBC, через сто лет по следам Достоевского назывался. Давно, ещё в 90-е годы. Мы разыгрывали рулетку, как бы играли, нас снимали, а нам сказали, а завтра приходите, будете на настоящей рулетке играть. Я ночью не спал, думал, а как это всё будет, если бы по-настоящему, да и у меня особо денег-то нет, а хочется выиграть. Русский текст игрока был с собой, я открыл его книгу, там, именно ночью, и тут же открылась система игры. Там она у него записана. Очень подробно, да. Система игры на рулетке. Осветитель, звукорежиссёр, все-все-все согласились, я им рассказал, согласились быть со мной. Давай ты, значит, вот говори нам, а мы будем ставить. И в итоге получилось, что мы все выиграли, да, и прилично, в процентном отношении. Пойду перечитаю игрока. Кончится пандемия, накоплю денег, поеду в Баден-Баден играть. Кстати, журналисты за мной гуском бежали и говорили, где, на какой странице эта система. Я говорю, читайте игрока. Это самое главное, что мы должны сделать за год до 200-летнего юбилея Фёдора Михайловича. Читать Достоевского, читать, читать. Таким образом, мы достойно встретим юбилей. Спасибо большое, Дмитрий Ильич, за интересное и увлекательное интервью. И пошли считать. До дня рождения Фёдора Михайловича осталось 364 дня. Мелком написать, да, на доске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова